Добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра Сан-Гейтс. Ну и интернет-зрители это те кто будет смотреть нас на YouTube и на Facebook. Смотреть особо нечего, главное слушать, но фотографии какие-то там будут. Камеры нету у нашего корреспондента, главного редактора радиостанции и интернет-портала центра Сан-Гейтс. Это Ярослав Бекли-Мишев. Ярослав, здравствуйте. Добрый день. Также принимает участие Владимир Гершанов, программный директор радиостанции. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, Ярослав. Еще раз приветствую Миша, а также всех наших радиослушателей. У нас сегодня программа в рамках наших бесед с Ярославом Бекли-Мишевым. Мы выходим, напоминаю, три раза в неделю. Это вторник, пятница и воскресенье. Воскресенье у нас особая программа на белорусском языке. Впервые в Соединенных Штатах Америки. Ярослав Бекли-Мишев и Татьяна Снитко из Минска, Беларусь. Но это будет воскресенье. Сегодня у нас пятница. А говорить мы сегодня будем вот о чем. У нас тема сегодня наследие древних предков. Когда земля была еще, ну, какая она была. Некоторые говорят, что она была плоская. Кстати, есть такая заставка у нас и в таком замечательном фильме старик Катабыч Волька, который на его уроке. Он объяснял устройство земли. Ярослав, как вы считаете, вы помните, естественно, этот фильм, вы помните, наверное, это объяснение, когда старик Катабыч ему из портрета говорил, да, говорил, какая должна быть земля. Если бы круглая она была, то воды бы стекли с нее все океаны. Поэтому она не круглая, она плоская. Я прекрасно помню, более того, я помню, что в этой сцене как бы учитель ему говорит, что вы высказали представление древних арабов, что, в принципе, такая советская попса, по большому счету, потому что представления древних арабов о земле были совершенно не такими. Вот поэтому, ну, как бы уже старик Катабыч, сказка для общей детской веселости, блестяще написанная, конечно, это другой вопрос. Хотя древние арабы о земле думали совершенно по-другому. Ну, ведическая концепция говорит о строении мира, кстати, о том, что весь мир, он стоит на четырех слонах, которые стоят на черепахе и так далее, и так далее. Мы об этом, может, поговорим, где-то даже у меня есть какая-то лекция на эту тему длинная, очень не рекомендую слушать, тем более каким-то скрипучим голосом. Вот, поэтому давайте мы поговорим сегодня, и у нас будут как бы такие три сегмента, и где мы будем рассказывать. Сейчас Ярослав скажет, какие это будут сегменты, но я просто хочу для начала объявить о том, что все-таки нас можно слушать, и слушать нас можно и нужно, мне как-то кажется, на нашем сайте. Это тройное W, sungatesradio.com. И внизу страницы player, нажимаете кнопку play и слушаете. Вот нам подсоединились сейчас люди, они слушают нас. Можно позвонить, что самое интересное в эфир, не знаю, буду ли я слышать, но попробуем. Это 224-795-7796. Запасной телефон, если нас не будет слышно в эфире, можно звонить по телефону такому 847-226-9956. Ну и задавать вопросы до эфира, во время эфира и после эфира Ярославу, мне или еще кому вы хотите, и делать свои замечания, можно также по скайпу. Скайп это sungates108, sungates солнечный ворот, ворота, а на конце буква S. sungates108. Ну, а теперь мы начинаем нашу программу. Ярослав, какие три сегмента мы сегодня осветим? Да, я уже перенимаю на себя немножко как бы энергетику данной программы, если уж так говорить. И сегодня хотелось бы разделить, вот мы говорим о наследии предков, но это немножко не наследие предков, потому что наследие это то, что мы получили. Мы скорее будем говорить о том, что мы не получили и еще не знаем, и может быть узнаем когда-нибудь, не узнаем, нет никаких гарантий. Упущенное наследие предков. Упущенное наследие предков, да, абсолютно точно, да. Но тем не менее, хотелось бы разделить как бы на три вот таких вот сегмента. Это города, это предметы и это люди. То есть, что мы знаем о тех городах, что мы знаем о тех каких-то древних предметах, которые не вмещаются ни в какие рамки археологических исследований, и то, что мы знаем о людях, которые жили тогда, или точнее не знаем, а просто вот в таких вот загадках находимся. Поэтому давайте начнем, наверное, сразу с первого сегмента города, и сейчас я буду немного долго говорить, если это вас устроит. Давайте, давайте. Давайте, поехали. И всю историю я хочу начать, как ни странно, с 1856 года. Вот сейчас мне Михаил даже может помогать в этом деле, потому что начинается все с северной Индии. Я имею в виду строительство восточно-индийской железной дороги. Это трасса Карачи-Лахор. Строили братья Брантоны, Джон и Уильям. И для того, чтобы как бы мастить вот эту вот дорогу, им нужно было много кирпича. Тут им местные жители подсказывают, что вот недалеко есть такая деревенька Хараппа, и в этой деревеньке вы можете много кирпича найти, потому что там где-то вот под холмом он лежит. Ничуть не сомневаясь, братья Брантоны поднимают весь этот кирпич, кладут его целиком под железную дорогу, и вот на этой кирпиче обожженном, кстати говоря, железная дорога стоит аж до 1921 года. В 1921 году она начинает слегка разрушаться, и в дело вступает уже индийский археолог, его звали Райя Бадахур Дарья Рам Сахни. Он приезжает в Хараппу и смотрит вообще, что было в том холме. И вот тут начинаются совершенно неожиданные вещи. То есть первое, что... Полагаю, это то, что я хотел встрять, но вы, наверное, сейчас это расскажете, если вы... Поздно, Миша, поздно. Это то, что тоже действительно мне когда-то хотелось рассказать. Но давайте послушаем вас. Я не знаю, о чем вы говорите сейчас. Про клад. Все правильно, да. Это не вопрос о кладе. То есть первое, что он обнаруживает в Хараппе, это город третьего тысячелетия, где-то до нашей эры примерно, там, ну как бы, ну нормально, это все нормально, как бы цивилизационно все в порядке, потому что в третьем тысячелетии до нашей эры уже существует Шумер, уже существует Второе Египетское царство, и по древности как бы мы не можем определять, что это какая-то сверхцивилизация, которая древнее всех. Но тут ему подсказывают, что недалеко, ну как недалеко, 400 миль по измерению, есть еще один холм, где еще больше разных кирпичей, и, видимо, этот холм древнее. И вот он едет туда и раскапывает то, что называется сегодня городом Махенджедара. Одна из самых больших загадок, так сказать, долины Инда. Потом едет уже английская экспедиция Баннерджи, начинаются раскопки, и выясняется, что там появляется город-двойник, но который гораздо древнее. И причем, когда пласты этого города начали поднимать, выяснилось, что эта цивилизация существовала еще за тысячу лет, где-то до 3-4 тысячелетия до нашей эры, но, по крайней мере, так вот по археологическим слоям, по раскопкам, где-то вот эти вот тысячи лет получается. Все, с этого момента начинаются раскопки почти беспрерывные, и открывают цивилизацию Махенджедара. Вообще есть такое понятие цивилизации долины реки Инд, которая вот эти вот все города нам раскрывает. И таким образом мы начинаем понимать, что, сейчас, секунду, Михаил, пять тысяч лет до нашей эры примерно, это были не просто города, это были города, во-первых, построенные из обожженного кирпича. На две тысячи лет позже шумеры только начали строить из простой, из простой высушенной глины делать кирпич. Это был обожженный кирпич. В этих городах была канализация, что самое невероятное, в принципе. В этих городах были очень жесткие условия гигиены, специальные источные канавы, ямы и многое-многое другое. И самое загадочное, что произошло с городом Махенджедара, наверное, это то, что из города в какой-то момент пропало все население. Центр города представляет собой, мы как-то уже говорили об этом в программе, почти эпицентр ядерного взрыва. Камни оплавлены, песок остеклен, и больше в этом городе уже никто не жил. Вот такая вот ситуация. Над этой загадкой ломают головы, конечно, сегодня все. Ну, пока мы не пошли дальше к другим загадкам, я хотел просто вернуться в это строительство дороги. Дело в том, что там есть один факт, о котором особо как бы нигде и не прочитаешь. В момент строительства дороги, когда уже ее прокладывали, и там надо было, так уж получилось, был на пути холм, не холм, но какая-то скала, и надо было там, естественно, пробить это, чтобы идти дальше. И вот когда стали пробивать вот эту скалу, вдруг кирки там, которые там пробивали, ломы эти, которые пробивали, они, значит, провалились куда-то в глубину. То есть там была пустота, полое пространство. Ну, начали все сбежать, начали все это дело расширять, и строители обнаружили пещеру. Пещера была огромных размеров. Когда они вошли в эту пещеру, они были просто поражены, потому что в центре пещеры сидела какая-то личность. Это был какой-то йог с полностью, вот как он сегодня, вот как будто он сел в позу медитации. Ну, понятно, что возраст потом уже определили. Это было несколько тысяч лет. Причем его рост, сидя, когда он сидел, он сидел в позе лотоса, в позе йога, его рост был выше, ну, примерно метра три. То есть он был выше тех людей, которые стояли, причем значительно выше. И вот они начали, люди начали обходить, думать, что такое, и никто не решался как бы там к нему притронуться. Но на какой-то момент они принесли, все-таки темно было в пещере, они туда принесли какое-то освещение. И когда это яркое все, там зажгли вот эти лампы все, в самой пещере пронесся как будто вот такой смерч, что ли. То есть какой-то резкий порыв ветра, которому неоткуда, естественно, было взяться. Это было замкнутое пространство. И они с удивлением увидели, что эта личность, которая сидела, этот йог, он стал шевелиться. Они все в разную сторону бросились в рассыпную. Ну как, это же что-то совершенно невероятное, непонятное. Он открыл глаза, и он встал. Высота пещеры была потом, как выяснилось, высота пещеры была порядка семи или восьми метров. Когда он встал, то он был почти вот под самый потолок этой пещеры. И, естественно, тут какой-то там гулливер. То есть, естественно, они в ужасе там все были, но этот йог посмотрел на них как-то сверху вниз, и резко стал уменьшаться. Он резко уменьшился. Причем это было не один человек, это не сказка, это все было запротоколировано, так сказать. И вот он резко уменьшился и исчез. Ну, потом сказали, потом говорили жители близ лежащих деревень, они видали о том, что кто-то, непонятно, какая-то огромного роста какая-то личность с какой-то необыкновенной скоростью передвигался где-то по какой-то непонятной тропинке. Там вроде бы как и не было никаких тропинок, но, тем не менее, он удалялся и удалился глубоко, высоко в Гималай, где, естественно, растворился. Дальше уже жителей не было, это было уже слишком высоко. Вот такая была история как раз о строительстве с вами этой дороги. Я понимаю, да. Но в любом случае, я как раз вот эту историю можно было бы адресовать к третьей части нашей программы, потому что у меня есть достаточно официальные данные по поводу того, что вот с этими раскопками великанов, по крайней мере, ну, в данном случае, если был живой йог такого роста, это, конечно, хорошо. Но, тем не менее, находок этих много, и все считали их мистификацией до того, как... Ну, я не буду забегать вперед. До того, как один из известных институтов не опубликовал последние данные. А мы продолжим о городах, и теперь я хотел бы из Индии перенестись на территорию Анатолии, где существует еще один интересный город. И вот я начинал все-таки недаром говорить о том, что Махенджадара был истреблен практически каким-то одним неизвестным то ли ударом, то ли какой-то огонь спустился с неба. Ну, в Махабхарате есть как бы это светотысячи солнц, да, которым Оппенгеймер описывал атомное оружие, как знаток Махабхарата, так по большому счету. Да, это было барахмастра, которая запускалась, и это был прототип как бы ядерного оружия, атомной бомбы. Но по-другому, конечно, все это работало. Да, ну вот, видимо, это и уничтожило Махенджадара. Как оно работало, мы сейчас не знаем. Но, тем не менее, уже на территории Анатолия есть очень загадочный город. Он называется Четал-Уюк. И тоже при раскопках обнаружили, что этот город один из древнейших в мире, потому что его ранние слои можно отнести, как говорят сегодня археологи, 7600 лет до нашей эры. То есть никакого Египта, никакого Шумера еще нет. Тем не менее, там живут люди. Довольно серьезный город, тоже построенный, но построенный по другому принципу совершенно. Город построен как одно большое бомбоубежище. Это я еще отчитал у ЮК. Это я не о подземных городах Турции, которые вообще уходят на землю под 80 метров. Но, тем не менее, основное передвижение улицы в этом городе идут над крышами. Вход в дома – это вход под крышу. То есть такой город может строиться только исходя из одного принципа, что 7600 лет до нашей эры люди, строившие город, всегда видели какую-то угрозу с воздуха. И вот от этой угрозы с воздуха надо было спасаться. Очень укрепленные крыши. Все входы в дома идут не с улиц. Улиц там вообще не существует. Улицы сверху. Все входы в дома идут именно под эти крыши. И всегда там еще на одну-две комнаты вниз где-то. Вот такая вот интересная цивилизация, которая тоже загадочна для нас. Но, тем не менее, если люди вот таким вот образом уходят в землю, то, значит, они от чего-то защищаются. Это конкретно читал у ЮК. Причем его так довольно сложно раскопки велись, потому что турки несколько раз запрещали эти раскопки. Но, тем не менее, обнаружили, что тоже был город не хуже, чем Махенджадара. Тоже со своей канализацией, со своей системой водопровода даже. Но, тем не менее, он был уже несколько углублен. Начали копать дальше. И буквально рядом с Четал-Уюком нашли еще несколько подземных городов, которые датируются, ну, примерно, может быть, на тысячу-полторы лет позже. Никто не может сказать сегодня, потому что датировка весьма условна. Но там уже совершенно невероятное. Это создание первых в мире катакомб до 80 метров в глубину, небоскреб в обратную сторону, где есть отдельные комнаты, где есть свои системы вентиляции. То есть такое бомбоубежище могло сниться только вот московское метро, наверное, обеспечило в Москве безопасность от любой бомбардировки. Или Гитлеру. Ну да, наверное, да. Или Гитлеру, хотя его бункеры не настолько углублены были в землю, как все-таки углублено московское метро. Но, тем не менее, построить вот такой вот целый жилой город, многосемейный для, ну, там, не знаю, сколько тысяч человек там могло жить, который углубляется на 80 метров вниз за 5000 лет до нашей эры, это что-то невероятное. И сегодня, кстати, там водят туристов, показывают им довольно интересные вещи, но не по всем лабиринтам, потому что, во-первых, те, кто с клаустрофобией, там не могут ходить, естественно. Вот. А во-вторых, это довольно сложная вещь, потому что там нет никаких, естественно, ни лифтов, ни клетий, которые в шахту опускают шахтеров, ничего прочего. Это все нужно ножками пройти вниз, а потом, опять-таки, ножками подняться вверх. Поэтому не на всю глубину, дальше уже копают только ученые, но, тем не менее, несколько таких городов найдены на территории бывшей Анатолии, сегодняшней Турции, и вот они пока еще подлежат исследованию, и еще не во все подземные ходы ученые вползли. Впрочем, подземные ходы – это отдельный вопрос в мировой цивилизации. Есть несколько совершенно непонятных, и, кстати говоря, ну, любые катакомбы, они, в принципе, загадочны сами по себе, даже если они не древние, даже если какие-то просто там одесские катакомбы, где доставали известняк, но, тем не менее, не все ходы и выходы открыты. Там и пояс недавно нашли с нацистским золотом, вы знаете, в шахте. Но это уже не касается древних цивилизаций, это уже так для... отвлекаясь на разные вещи. Так что там еще очень много таинственного. Самый главный вопрос, который у ученых возникает – почему люди уходили с поверхности Земли, почему уходили от воздуха вот в такую вот глубину, где все-таки должны были... Самый главный вопрос – это вопрос освещения. Что же им там светило? Мы знаем одну из... один из странных артефактов, и мы вот сейчас скоро буквально перейдем к этой теме, буквально через пару минут, когда нашли вот эту вот шумерскую вазу, которая работала аккумулятором, подключили. Да, два вольта она давала на сегодняшний день. То есть она уже несколько тысяч лет пролежала в Земле, и тем не менее два вольта, когда ее залили кислотой, она дала. Вот там пластины из меди скрученная, глиняная ваза, да, если вот туда залить кислоту, то получается электричество. Что освещало вот эти вот подвалы, вот эти вот на 80 метров уходящие вниз небоскребы, потому что если бы там жгли факелы, как говорят современные археологи, то, наверное, воздуха бы не хватило никому, и никакая вентиляция бы не спасла, даже при тех хороших вентиляционных колодцах, которые были построены. То есть освещение было явно не факельное, тем более следов нагара никаких на стенах нет. Примерно то же, что в египетских пирамидах, кстати говоря. Да, ну, Ярослав, у нас же в каких-то отдельных, допустим, манускриптах содержится о том, что есть и были какие-то существа, которые жили под землей, и, в общем-то, им не надо было никакого освещения, поскольку они видели там, скажем, как кошки видят в темноте, поэтому, возможно, те, кто там жил, они видели, и им не надо было никакого освещения. И это были совсем не люди, заметьте. Существа. Существа, да, но, тем не менее, есть некоторое наслоение людской цивилизации при этом, потому что какие-то традиционные горшки, какие-то традиционные фигурки, скульптуры, рисунки на стенах, это все существует. То есть мы не можем говорить, что они не были уж настолько близки к нам, что вот эти вот тролли или гномы там сидели под землей, и были на нас не похожи. Наверное, это все-таки, да. Тролли и гномы, они на нас похожи. А они потом дорисовали все это. Люди пришли и завандалили все это. И дорисовали, да. Но, тем не менее, я все-таки настаиваю на том, что главная загадка, от чего надо было уходить под землю. Почему вот эта вот цивилизация там скрывалась? Потому что мы можем придумать себе все, что угодно, но, скорее всего, это все-таки надо относить к человеческой цивилизации, которая жила до нас, которая была, конечно, абсолютно не похожа на нас, и которая от чего-то защищалась, если им нужно было защититься от чего-то сверху. Это уже тема для еще нескольких программ, наверное, отдельных, по поводу того, что происходило в это время на Земле, и как действительно все это. Но это уже, я не знаю, вот как это дорисовать, потому что это цивилизация была до потопа, или цивилизация после потопа. Потому что она может быть только в двух случаях, потому что, а может быть, она исчезла в результате потопа, что мы тоже не знаем. Ибо вот этот вот всемирный потоп, это уже факт состоявшийся, который сегодня никто не оспаривает, даже самые консервативные ученые на Земле. Да. Хорошо. Так это по поводу городов. У нас есть еще города, или мы перейдем ко второй части? У нас есть еще города, но учитывая время, давайте переходить ко второй части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!